Коржаков сказал мне с сожалением, вот Миша Задорнов, мы его пригласили в этот элитный дом на Осенние улицы, мы ему доверили быть среди нас равным, а он, что начал про Бориса Николаевича плохо говорить со сцены, ну мы и обиделись. Я не говорил плохо про Бориса Николаевича, я шутил про время, что наступило время, когда живут по понятиям. Вот что я говорил. А вы не могли себе на горло наступить, правда? Не, ну как, я поэтому и отошел от этой дружбы. Если бы я продолжал дружить и стал вести посиделки в Кремле, ну и был бы я сейчас с вами здесь, ездил бы я на раскопки в Триполье и занимался ли я языком нашим, жил бы я так счастливо, да нет. Вы жили в Швейцарии. У меня были миллионы в Швейцарии, но это было бы очень тяжело. Когда приезжал Абрамович к нам в Ригу, мне его жалко стало. С давленой грузом, денег. Чужих денег. Конечно, чужих. Ну каких еще? Ну как могут быть свои такие деньги? Если в мире кто-то считает, что человек может заработать такие деньги, ребят, вы лох. Тот лох, кто так думает. И по закону Ломоносова, если у кого-то прибавилось, у другого убавится. Причем у многих убавилось в этот момент. И человек страшную на себя грузу. Что такое деньги? Это помет дьявола. Помета можно удобрять свою жизнь. Но превращать жизнь в хранилище дерьма дьявольского, ну это ж тяжело. Я говорю про олигархов. Они несут на себя. Они избавили людей от дерьма. Несут на себе. Жалко на них смотреть. Говорят, говорят у него на яхте противоракетная оборона. Это в каком страхе он живет? И потом, неужели он думает, что это когда-то поможет? Поможет бомжу в канализационной трубе. Его не затронет ничто никогда. И никто ничего не отнимет. И то, и другое плохо. На мой взгляд. Посредине. Истина. И мне часто богатых людей действительно жалко.